Здравствуйте, коллеги! С вами Исаков Роман, компания Dromarkets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня понедельник, начинается текущая торговая неделя, поэтому мы обсудим то, как закрылись рынки на предыдущей неделе, что нам ждать на этой неделе. И как одна из тем выпуска, сегодня я хотел поговорить о перспективах американского доллара. Понятно, что сейчас на рынке есть некоторые опасения с точки зрения того, что фондам индексом все сложнее и сложнее расти. Новый пакет стимулирующих мер уже вступил, но вероятно эта новость уже была заложена в цену и какого-то сильного рывка мы не увидели. Также мы растем с точки зрения бандов, то есть десятилетки вновь подходят к отметке 1.75, то есть это доходности, которые были уже в 2020 году. Следующий уровень это 2%, который будет являться такой областью сопротивления, если рассматривать данный показатель. И на этом фоне также мы видим и укрепление американского доллара, что важно разобрать также связки, потому что те тренды, которые мы видели там последний год, когда американский доллар падал, да, фондовый рынок рос, как раз вот эта ситуация сейчас может поменяться. И на это важно, я считаю, также обратить внимание. Давайте посмотрим на индекс доллара, что сейчас там происходит. Мы не рассматриваем обычно данный инструмент в рамках наших обзоров, так как мы фокусируемся именно на торговых инструментах, но сейчас это тоже важно посмотреть. Во-первых, если мы смотрим индекс доллара, то уровень 88, это такая область поддержки, которую мы видели в 2017 году, от которой сейчас как раз индекс доллара и отскакивает. То есть вообще мы видим такое движение сейчас в боковике, да, верхняя граница это область 102-103, нижняя граница это как раз область 88. И сейчас мы видим отскок от данных уровней, что также может привести, ну что мы видим уже как по факту, что американский доллар начинает укрепляться. А если мы посмотрим на дневной таймфрейм, то здесь тренд он также начал уже формироваться. Отличие того, что мы видели, например, в сентябре, октябре 2020 года, это во-первых то, что локальный максимум, то есть да, мы видели здесь несколько минимумов, которые шли выше. Затем мы видели, соответственно, локальный максимум, который был здесь сформирован уже непосредственно в сентябре. И после этого уже мы видим, что тенденция пошла на нисходящий. То есть, следующий пик, он был все равно ниже и это говорит о том, что тренд восходящий не удержался. На текущий момент ту картину, которую мы видим сейчас, у нас есть локальный минимум, который был как раз сформирован в декабре 2020 года. Затем новый минимум, который был в феврале 2021 года и после этого мы видели перехай как раз в марте. Собственно, если посмотреть на текущий момент, на эту ситуацию, то мы можем предположить то, что как раз тенденция на текущий момент формируется у нас восходящая. Мы как раз находимся в самом ее начале перспективы, куда индекс доллара может прийти, но мы с вами только что видим на недельном таймфрейме. Поэтому здесь важно обращать на этот момент внимание и быть готовым к тому, что тренды могут поменяться. Потому что на евро-долларе мы это уже видим, на британской валюте, на австралийце, на новозеландце этого еще не произошло. Но это может в скором времени произойти. И так как у нас сегодня также начало недели, давайте посмотрим, какие события у нас есть в календаре, что мы можем ожидать. Во-первых, в понедельник это сегодня будет выступление Паула. Рынки за этим очень пристально следят. Будет важно опять же понять, что он будет говорить. Опять же после той большой конференции, которая была на прошлой неделе, рынки сначала воодушевились, а затем мы увидели коррекцию. Во вторник продажа нового жилья будет еще одно выступление Паула. В среду еще одно выступление Паула. Вот эта неделя будет активна как раз на его выступлении. Мы будем обязательно за этим следить. Изменение запасов нефти. Здесь ожидается прирост. По сравнению с предыдущим значением в 2,3. Здесь ожидается 8. Выступление президента Лагард будет в среду. Здесь это важно также для европейских валют. В четверг саммит лидеров ЕС. Я так понимаю, что он начнется как раз в четверг и будет проходить в пятницу. Возможно также на выходных. Так как сейчас ситуация вокруг коронавируса и новых локдаунов в Европе тоже ужесточаются. Я думаю, что этот вопрос будет на повестке дня. И также в четверг Лагард еще будет выступать. И пятница у нас завершится розничными продажами из Великобритании. И индексом делового климата от IFO по Германии. Теперь давайте посмотрим, что у нас происходит на основных инструментах. И где мы находимся. Что у нас можно ожидать на этой неделе. Ну, как я и говорил, по евро. По евро сейчас у нас формируется тенденция как раз нисходящая. Мы в марте смогли обновить минимальные значения, которые были в феврале. Соответственно, здесь у нас возникает такой классический признак нисходящего тренда. Собственно, сейчас мы можем ожидать еще один рывок восходящий. То есть, вот это как раз будут те уровни, откуда я бы рассматривал продажи по данной валюте. То есть, сейчас покупать крайне опасно. Потому что тренд формируется нисходящий. И мы эту тенденцию также видим и на индексе доллара. Поэтому здесь нужно быть аккуратным с покупками. То есть, да, спекулятивно покупки здесь могут быть. Но вероятность продолжения нисходящего тренда, она здесь может быть гораздо выше. По британской валюте. Здесь пока нет возможности у британской валюты закрепиться выше максимальных значений, которые мы видели в феврале. И все еще мы торгуемся на минимальных значениях, которые здесь были. Это отметка 1.3770. Соответственно, пробой данного уровня откроет дорогу уже на дальнейшие снижения в области 1.36 и 1.35. К этому здесь тоже нужно быть готовым. Возможно, будут здесь пробовать заходить вблизи данных уровней, вблизи отметки 3.770. Если будут на это как раз сформировать сигнал ложного пробоя, то данную ситуацию я для себя рассмотрю. Но все-таки, если сразу же мы уйдем ниже данного уровня, если мы сможем закрепиться, то тогда я буду искать для себя уже продажи как основной сценарий. По паре американский доллар и канадский доллар. Вот здесь пока ничего не меняется, пока у нас тренд сохраняется нисходящий. Но, опять же, мы должны готовиться к тому, что и здесь тренд тоже может поменяться. Собственно, здесь следим за теми максимумы, которые были в конце февраля, в начале марта. Если мы сможем увидеть перехай данных уровней, то тогда уже тренд тоже здесь может развернуться. Опять же, сейчас покупать я не буду, но если будут формироваться продажи, то по доллар-канадцу также я продолжу вниз пока заходить. Пара американский доллар и японская иена здесь реагировала максимально активно. Здесь мы говорим о восходящем тренде уже с начала марта, и он все еще продолжает развиваться. Собственно, сейчас у нас продолжается коррекция по данному инструменту. И в зависимости от того, где она становится, где она завершится, уже имеет смысл рассматривать точки для входа на продолжение как раз данного тренда. Неплохими для этого видятся уровни вблизи отметки 108-107.50. Если туда мы скорректируемся, то с этих уровней можно будет, ну я, по крайней мере, для себя буду рассматривать. Я не даю торговых советов, не даю рекомендаций. Я просто вместе с вами размышляю о том, что происходит на рынке. По австралийцу. По австралийцу пока у нас сохранился тренд восходящий, но опять же невозможность уйти дальше вверх. И то движение, которое мы видели в четверг на прошлой неделе, дает предпосылки как раз на начало еще одной нисходящей волны. Опять же, здесь уровень поддержки сформирован минимальными значениями, которые мы видели в начале февраля. Если мы уходим ниже отметки 75-80, то тогда, вероятно, уже будем меняться на нисходящий. Тогда нужно будет искать уже непосредственно продажи. По новозеландцу картина тоже похожа. Здесь область поддержки 70-91. И, как я говорю, то вблизи данных уровней я пробовал также новозеландец покупать. Собственно, сейчас пока та позиция, которую я открыла в пятницу, набирал ее двумя частями. Стоплост у меня стал довольно-таки близко. Здесь риск был по проценту. То есть, я сознательно брал меньше риск. То есть, не один процент, так как вероятность нисходящего движения, она все-таки была выше. Стоплост здесь пока сработал. Сегодня мы тоже видели небольшое обновление минимальных значений. Но пока здесь сохраняется с точки зрения часового таймфрейм тенденции нисходящая. Если мы сможем закрепиться выше максимума в пятнице, это 71.87, то тогда, возможно, еще одного на восходящее движение здесь будет. И так как мы находимся все еще выше области поддержки на 70-90, то здесь, возможно, я еще раз попробую в эту валютную пару войти. Золото продолжает снижаться. Собственно, с текущих уровней коррекция была довольно-таки неплохой. И сейчас продолжается трек нисходящий, то есть, здесь как основной принцип. И продажи здесь тоже я для себя буду искать. Но пока с точки зрения часового таймфрейма мы видим тут пару дней боковик. Как раз после заседания ФРС, которое было на прошлой неделе, мы видели рывок вверх, потом рывок вниз. И вот пока нет четкого определения, куда сейчас цена движется. То есть, пока на протяжении последних трех-четырех дней это боковик. Если мы сможем закрепиться ниже минимальных значений, которые были сформированы вчера, то в пятницу на прошлой неделе, то в этом случае я для себя продажи здесь тоже буду рассматривать. Но опять же с коррекцией. То есть, здесь по золоту не буду ходить по тем ценам, которые будут на минимумах. Буду ставить отложенные ордера и пробовать заходить еще раз в шорт по непосредственно золоту в рамках основного тренда. Европейский индекс, ключевой индекс, который мы рассматриваем, индекс DAX, в четверг показывал довольно-таки интересную динамику. С точки зрения того, что мы давно видели локальный максимум, но покупатели не смогли удержаться выше и фактически закрылись по ценам открытия. Пятница продолжил вот этот нисходящий тренд. Поэтому сейчас с точки зрения часового таймфрейма мы видим, что тенденция нисходящая у нас сохраняется. Конечно, ее могут достаточно быстро откупить, но пока у нас идет движение нисходящего в рамках часового таймфрейма. Остановка в области поддержки на 14340 или 14000 ровно может дать также неплохие уровни для входа на продолжение данного тренда. Поэтому за DAX мы также продолжаем следить. И S&P 500 тоже продолжает корректироваться. Также у нас эта коррекция началась в четверг на прошлой неделе. Опять мы видели падение по индексу S&P 500. Мы не дошли до уровня 4000. Собственно, сейчас мы можем уйти, конечно, еще ниже из области 3800-3750. А здесь я бы для себя рассматривал заход на продолжение как раз тренда. В том случае, если цена все-таки сможет уйти ниже минимального значения, которое мы видели в начале марта, то тогда коррекция может быть более затяжной. И тогда вполне вероятно, что движение на 10-12-15% в виде коррекции мы по индексу S&P 500 можем увидеть. Нефть. Нефть довольно-таки неплохо скорректировалась от уровней, который мы видели как раз после атаки дронов на хранилище в Саудовской Аравии. Конечно, это было такое изрядно выходящее событие, и рынок это отыграл. Собственно, сейчас, что важно, да, в целом, да, то есть даже сейчас по нефти нефть выглядит довольно-таки неплохо, ну, в плане текущих уровней. И, опять же, вероятность восходящего тренда, она здесь сейчас остается под сомнением. Поэтому вполне вероятно, что тренд здесь может поменяться. И здесь я пока для себя рассматриваю, ну, вот именно нефть для оценки моих позиций по нефтянным компаниям, да, в том числе по позиции ExxonMobil. Там достаточно неплохой прирост сейчас, да, ну и плюс я целый год получал дивиденды по этой компании. Если мы по нефтемарке Brent, да, сегодня закрепляемся выше максимумов пятницы, 65.22, то тогда вероятность продолжения восходящего тренда будет сохраняться. Тогда я акции данной компании еще подержу. Но если мы все-таки уходим ниже отметки 62, то я думаю о том, что я буду позиции по ExxonMobil фиксировать. Поэтому вот в фокусе моего внимания также будет данная ситуация, и об этом тоже мы будем говорить в наших видео. По индексам Dow Jones также корректируется после локального максимума, который мы видели в четверг. Сейчас происходит полная коррекция, ну, в принципе, это ожидаемо. Dow Jones показал исторический максимум, и сейчас рынок корректируется. А вот Nasdaq пока делает только попытки. То есть у нас последний максимум был как раз в феврале, мы опустились там на порядка 10% по данному индексу. И сейчас пытаемся восстановиться. Конечно, здесь вот сейчас довольно-таки неплохие уровни. Ну, и, в принципе, были в течение всего марта для того, чтобы перезаходить в технологичные компании. Потому что в большей степени они скорректировались. Индекс скорректировался там на 10%, а какие-то компании могли упасть там на 20%, на 30%, на 40%. И если компании довольно-таки неплохо себя чувствуют, у них растущая выручка, у них не так много долгов, то в такие компании имеет смысл также перезаходить. И здесь я тоже для себя буду рассматривать в конце этого месяца те компании, которые я докуплю для себя уже в апреле. Ну что ж, неделя обещает быть тоже довольно-таки интересной. Мы ждем того, что будет говорить Паулу на этой неделе. Ждем саммита ЕС. И обращаем внимание как раз на рост американского доллара. Потому что тренд может поменяться. Не забудьте поставить лайк к этому видео, если оно вам понравилось. Вопросы оставляйте мне в комментариях. Ну а я всем желаю хорошей торговой недели. Мы увидимся с вами в среду и посмотрим, как мы движемся в середине этой торговой недели. Всем спасибо за внимание и до свидания.